добрый вечер коллеги как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста да что-то подвисает я понять не могу почему меня слышно или нет поставьте плюсики пожалуйста может быть я сегодня в другом месте вам преподавать буду из-за этого я сегодня в комфортном состоянии на своем огромном диване вам буду преподавать по поводу уровня нормы слайды делала то сделала презентацию и может где-то что-то съезжать не обессудьте не стала уже это выкладывать слайды как картинки может немножко съехать ну во первых добрый вечер я рада вас приветствовать его на сегодняшнем вебинаре и почему этот созрел вебинар я начала сталкиваться с такой ситуацией что когда разговариваю с человеком многие почему-то говорят мне достаточно там такую-то сумму зарабатывать или говорят мне например какой толк мне вообще ну вот я не я не верю что можно зарабатывать больше и я понимаю наконец-то поняла почему многих не двигается почему многих не идет куда-то вот каким-то большим достижением потому что у каждого человека есть к свой уровень нормы и это не хорошо или неплохо это просто так она есть но каждый человек может изменить уровень нормы в своей жизни напишите пожалуйста альбине чтобы она перезагрузилась а то она пишет что ей не слышно напишите пожалуйста а все слышит альбин все отлично ну так давайте будем двигаться во первых знаете как уровень норм его картинку такую шикарную нашла которая прям вот четко показывает нормал все хорошо все замечательно и у многих она в жизни так есть нормал давайте посмотрим какие вопросы необходимо себе задать для того чтобы понять вообще насколько у вас уровень нормы тот который может вас подвигнуть к большим достижениям задайте себе вопросы вы можете коллеги как делать сейчас вы вопросы не записывать я вам потом сброшу эти слайды а сейчас просто например один и отвечайте для себя это не тест это чисто для себя любимого чтобы понимать в нашей жизни существует несколько сфер это хочу сфера надо и сфера могу не всегда могу соответствует тому что хочу не всегда надо соответствует тому что хочу и не всегда а они единовременно хочу могу и мне это надо совпадают вот очень важно для себя то что вы хотите чтобы привести к могу и чтобы это на самом деле было вам надо они потому что какой то знаете как придуманный какой то вот какое то желание такое вот какое то придуманное которое вообще в жизни вам не необходимо итак первый вопрос устраивает ли меня уровень моей жизни вы можете отвечать не в чате вы можете отвечать для себя ставить для себя пометочку потому что кого-то устраивает уровень жизни а кого-то нет если вас уровень жизни устраивает значит действительно вы наверное зарабатываете большие деньги если вас ур потому что в другом случае если вы зарабатываете мало и вас уровень жизни устраивает значит это однозначно то при то причина что вы не все хочу мы можете реализовать в этом случае однозначно нужно поднимать свой уровень нормы значит уровень нормы у вас недостаточный и если вы будете в этом уровне нормы жить что вот например меня все устраивает хоть я и зарабатываю не так много но меня это все устраивает в этой ситуации вашей жизни ничего нового происходить практически не будет будет все по привычке второй вопрос который необходимо себе задать что мне необходимо чтобы я пой поняла или понял я стала жить лучше как вы поймете что вот вот что такое должно произойти вашей жизни что такое у вас должно появиться чтобы вы поняли что вы стали жить лучше вот это очень важный вопрос для того чтобы определить для себя понимаете как вот иногда бывает у нас мечты но не всегда мы эти мечты получаем это просто остается иллюзии мечтанием где-то там знаете в мыслях а вот именно что такое должно вашей жизни произойти что такое вы должны получить чтобы вы поняли ощутили это что я стала или стал жить лучше поэтому над этим вопросом вам необходимо будет дома подумать третий вопрос то что мне необходимо вот исходя то что вы определите например вот именно этого мне не хватает чтобы стать чтобы жить лучше то что мне необходимо это душевное состояние а съехала все таки душевное или материальное очень важно для себя понять как что это материальное это может быть это какая-то вещь может быть что-то необходимо купить может быть необходимо что-то сделать то есть это стоит определенных денег тогда вы в этом направлении начинаете думать или у вас достаточно денег но у вас не хватает внутреннего состояния внутренней уверенности внутренней каких-то вот вот пожеланий что к вам по-другому относились чтобы вас по-другому воспринимали вот этот фактор то есть это материальное или душевное состояние должно быть чтобы вы поняли что я стала жить лучше это третий вопрос четвертый вопрос какой предмет какая вещь что именно может сделать мою жизнь краше если вы определите что вам не хватает именно материального вот именно то что можно ощутить в руках именно что именно какая вещь это нужно определить для себя потому что иногда мы мечтаем о чем-то но в принципе можем без этого обойтись точнее исходя из своего состояния привычного уровня нормы мы не мы хотим но не стремимся туда то есть вот эта ситуация она знаете как она нас не сподвигает каким-то кардинальным изменениям каким-то кардинальным движением каким-то вот знаете как быстрым реагированием и нас не сподвигает на жертвенность то есть на то чтобы мы пошли на жертвы ради того чтобы это иметь есть друг пятый вопрос какие эмоции чувства ощущения должны быть чтобы я поняла или понял я наконец-то стала жить лучше если это душевное состояние вот если это не материальное а душевное но даже в материальном коллеги очень важно понять что когда вы получаете что-то материальное там обязательно должно быть составляющие душевное именно вот в этой ситуации если вы понимаете что вам нужен холодильник но душевности в холодильнике никакого никакой это просто вам надо то вероятнее всего дорогой холодильник вы не приобретете вы просто купите тот который необходим ну купите и купите а если в это составляющие будет вкладываться ваши эмоции ваши впечатления что вы от этого будете получать как вы себя будете чувствовать когда эта вещь у вас будет находиться рядом с вами или в вашей жизни вот именно душевное состояние состояние когда у вас это будет уже в руках вот это может поднять ваш уровень нормы то есть например вам нужен холодильник а вы загадываете полный ремонт вот например приведу пример душевного состояния я очень долго мечтала о посудомоечной машине и как-то однажды я вам давала какую-то тему и говорила что я мечтала посудомоечной машине почему потому что у меня была большая семья потому что были маленькие дети потому что все находились дома и нужно было очень много готовить очень много мыть посуды и естественно вот о посудомоечной машине всегда мечтала когда стояла по несколько по часу и более за за плитой потом у раковины я думала господи как хорошо бы было бы если бы у меня была посудомоечная машина но на протяжении долгих лет она же эмоции у меня никакие не вызывала и соответственно только облегчила бы мой труд но соответственно раз она просто бы облегчила мой труд а вот эмоциональное состояние моё она бы меня не ну не радовала каким-то вот таким вот это такое счастье я вот посудомоечная машина или та машинка стиральная это такое блаженство что она у меня есть просто улучшение мои моего состояния жизни но в принципе я могла без этого обойтись и только когда я понял и так я ее и не покупала у меня была иллюзия что это очень дорого и что я не могу себе это позволить хотя уже над уже буквально вот недавно я уже начала зарабатывать намного больше и я просто в принципе когда увидела стоимость посудомоечной машины то я поняла что я касса ее могла купить несколько лет назад и вообще не заморачиваться по этому поводу просто взять и просто купить но когда я увидела стоимость посудомоечной машины в прошлом году то посудомоечная машина меня сподвигла на капитальный ремонт не просто купить посудомоечную машину потому что ее встраивать некуда потому что итальянская кухня которая у меня вроде бы казалось бы ну классная дорогая но уже много ей лет и туда встраивать ее некуда и началось вот как знаете как точка отсчета посудомоечная машина сподвигла меня на капитальный ремонт во всей квартире я поняла что мне необходимо поменять кухонный гарнитур и определить место для посудомоечной машины хотя вроде бы дети выросли хотя вроде бы такого количества еды приготовить уже не нужно но я вот эту историю вам рассказываю чтобы здесь более четко объяснить вам когда вы будете отвечать на эти вопросы как поднять свой уровень нормы потому что посудомоечная машина это не поднятие уровня нормы но какая-то вещь может быть для вас точка отсчета для поднятия уровня нормы да да татьяна у меня меня начался ремонт с посудомоечной машины я начала думать куда я ее могу пристроить некуда значит нужно менять кухонный гарнитур ну а если я буду менять кухонный гарнитур а чтобы мне не сделал хотя мне ремонт был в кухне у меня не было в коридоре к ремонта нормального и в гостиной нормального ремонта не было спальне был ремонт хороший и в кухне был ремонт хороший но уже устаревший я подумала почему бы мне не обновить кухню а если обновить кухню ведь она будет свежо смотреться а чё я потом не обновлю что ли спальню и вот оттуда пошла пошло желание во всей квартире и полностью поменять все и из исходя от посудомоечной машины которая не вызывала эмоций а просто давала мне возможность увеличения временного пространства она подняла мой уровень нормы на ремонт капитальный не просто капитальный а полностью с иголочки я полностью отказалась от всей мебели я всю мебель абсолютно раздала оставила только любимую свою кровать в спальне шкаф и трильяж потому что его купила давно и один телевизор который у меня был большой все остальное я полностью раздала и вот этот уровень нормы по ремонту у меня увеличился я не призываю вас чтобы вы точно так же делали я призываю вас чтобы вы поняли где ваши эмоции будут другими потому что я поняла купив посудомоечную эмоции не прибавится а сделав ремонт я буду себя чувствовать по-другому у меня произойдет обновление в моей жизни у меня будет юбилей я смогу своей квартире пригласить большее количество друзей и родственников вот как в этот раз я сделала три юбилея я всем покажу ремонт я покажу как я сейчас зарабатываю что я могу себе это позволить моя жизнь станет другой то есть я начала представлять какие плюсы какие эмоции я начну получать по итогу ремонта хотя я понимала сколько это может стоить я понимала что это будет каторжный знаете такое состояние тяжести потому что это ремонт это вообще страшно это как оврал но я понимала что по итогу я получу поэтому когда вы будете задумываться о той вещи которая может улучшить вашу жизнь думайте о том поднимет ли она уровень вашей нормы и и сможет ли она принести те эмоции которых вам не хватает в жизни следующий вопрос который вам необходимо будет задать вот я имею нет пятый вопрос какие а я какие эмоции чувства ощущения должны быть чтобы я поняла я наконец-то стала жить лучше а это я уже мы говорили прошу прощения шестой вопрос вот я имею то о чем мечтала и есть ли еще что-то что мне необходимо далее а потом еще что-то а затем еще что-то и далее еще что-то очень важно для повышения уровня нормы мечтать не об одном что чем-то то знаете как например предположим сейчас ваше могу может вам позволить какую-то не совсем дорогую вещь или дорогую но на нее вы например накопили денег или как-то вы определили что вот выпаза поработали и накопили и вы ее приобрели и или например вы наконец-то поработали так что подняли свой уровень дохода в компании фаберлик или еще где-то и вы достигли этой зарплаты которая может вам поможет вам позволить купить эту вещь очень важно чтобы купив эту вещь у вас была следующая цель а после той цели следующая цель а после той цели следующая цель цель это может быть та же самая какая-то вещь или какое-то следующее крупное желание которое знаете как по мере возрастания сейчас относительно не очень дорогое потом подороже потом еще подороже потом еще подороже вот здесь очень важно написать себе цели которые будут увеличиваться в стоимости и дополнять один другий друг другой то есть например сейчас объясню с одной стороны например ремонт и и например поездка куда-то на отдых они вроде бы не соответствуют друг другу то есть как может быть ремонт соответствовать поездки путешествию может почему потому что если у вас хороший ремонт если у вас вы сделали так что вам комфортно работать дома вам комфортно отдыхать дома и вам не нужно дома ничего делать соответственно вы можете следующие вот эти накопления вложить уже в какую-то поездку или в путешествие и и вы можете всей семьей просто не задумываться что дома шаром покати у вас все замечательно и вы можете свои средства отложить на какой-то прекрасный отдых который даст дополнительные эмоции вам и вашей семье или например предположим вы сделали ремонт соответственно вы сейчас можете себе позволить машину как у меня было у меня была немножко другая ситуация я планировала ремонт а получилось так что мои сыновья приехали из америки и когда они приехали им нужна была машина ну и они сказали мы себе приобретем машину а потом уедем сочи и там и поедем на этой машине на что я сказала хорошо я подожду с ремонтом давайте мы сейчас купим мне машину потому что я планировала ее все равно купить я эти деньги перевела на машину вы будете на ней ездить пока вы находитесь здесь рядом со мной потом вы уедете в сочи а я уже впоследствии потом буду делать ремонт то есть иногда может быть перераспределение тех накопленных запланированных средств которые в у вас запланированы на какую-то цель хуже когда вы планируете только одну цель и а с последующих цели у вас нету вот здесь сразу получается что ваш уровень нормы в жизни он низкий вот дай бог сделать это а дальше уже господи будем просто жить важно чтобы цель всегда не заканчивалась чтобы была следующая потом была следующая и было следующая поставьте мне пожалуйста единичку у кого есть одна цель а а последующих целей вы не думали или not меч в мить мечтаний цели и поставьте мне пятерочку у кого есть такое что вот сейчас достигну одну потом будет следующая потом будет следующая однирку у кого одна цель и о последующих мечтаниях и цели вы не думали спасибо галина у татьяны прям целая куча пятерок отлично какие вы у нас молодцы замечательно замечательно спасибо вам огромное что вы мне ответили вот если у вас есть распланированы одна за другой цели значит ваш уровень нормы уже на несколько порядков выше чем у многих тех людей которые живут просто в социуме потому что а если вы например приглашали людей себе в команду то вы сталкивались такой ситуации что у многих практически или нет мечт или их настолько мало или они думают вот дай бог бы вот только вот 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 купить бы квартиру а дальше трава не расти главное чтобы было вот самое материальное что-то вот вот самое основное больше ничего нету поэтому то что вы мне ответили и я вижу что все ответили что у всех есть последующие цели это прекрасно если вот леночка нам ответила что у нее есть одна цель и последующих нету это не страшно это хорошо что вы при вот сейчас если вам стало понятно что должны быть последующие цели то вот это может быть точка отсчета для увеличения своего уровня нормы почему необходимо поднимать уровень нормы потому что если вы его не будете поднимать то вы будете продолжать зарабатывать столько же сколько вы зарабатываете если ваш доход даже и увеличится то он увеличится буквально на небольшую сумму то есть порядка на прибавится на несколько тысяч но в мире намного больше есть того о чем можно мечтать и куда можно двигаться и поэтому вот если вы определили что у вас только одна мечта начните последующие мечты расписывать и думать что вам не такое необходимо чтобы вы стали лучше жить и чтобы вы начали эмоционально чувствовать себя по-другому и радоваться этой жизни седьмой вопрос сколько таких необходимых для моего счастья предметов или эмоций у меня есть в моей жизни то есть во первых то что у вас есть уже сейчас во вторых то что вы запланировали это вот то что будет впоследствии чем больше их будет последующих один за другим тем будет больше увеличиваться ваш уровень нормы если у вас предположим их 5 основных тогда попробуйте увеличить чтобы их стало 10 если у вас 10 увеличьте на 15 если у вас например 100 таких желания один за другим тогда просто напросто увеличьте стоимость этих желаний мы об этом будем поговорить далее всегда необходимо поднимать уровень нормы свой чтобы действительно только тогда вселенная начинает вам притягивать большие доходы большее количество реализации меч намного всего больше и больше и больше чем больше вы хотите тем больше вам дается каждому человеку дается столько на сколько он может унести сколько он может вынести сколько он может пожелать поэтому мысленно увеличивайте вот этот уровень нормы и обязательно прописывайте его в своих ежедневниках книгах желаний в своих коллажах мечты и последний вопрос как часто я заменяю свое хочу на надо и могу очень много бывает проблем у людей почему мечта например не сбывается или цель не достигается человек например поставил себе цель и говорит я хочу но по каким-то обстоятельствам человек опустил руки хочу не достиглась и человек говорит ладно сегодня я заменю это меньшей стоимостью или я могу от этого отказаться потому что мне надо сейчас вот больше вот этого чем того чего я хочу вот здесь вот нужно вам будет взять прям большой листок листок большой и разделить его на две части прям пополам в одной части половинки вы пишете хочу то есть свои желания вот я сейчас попробую здесь на рис а попробую здесь написать вы пишете хочу в одной части вы пишете а вот в другой уже части вы пишете надо это потому что не всегда то чего ой я не ой какая-то ссылка получилась у меня я просто написала надеюсь вы поймете чисто визуально чтобы вы поняли вот смотрите как с левой стороны вы пишете все свои мечты а с правой стороны вы помечаете те мечты которые у вас были но по какой-то причине вы их заменили совершенно другим тем что просто надо может быть это тот же например холодильник ну это я вот говорю но холодильник менее менее дорогой то есть более дешевый например вы мечтали предположим о ремонте а в конечном итоге просто например купили какую-то буквально сделали чисто только поменяли шторы и например поменяли какой-то диванчик перетянули то есть вот вот такие хочу которые были большими ваши и на что вы поменять ли надо если машина стиральная например у вас сломалась и вам резко нужно поменять вот например хорошо хороший пример Татьяна вот как мне например я например хотела сделать ремонт но приехали сыновья и я эти деньги перераспределила на машину вот такой момент но здесь важно такой фактор посмотрите сколько таких помененных хочу на надо и параллельно параллельно вот рядышком с надо вы просто смотрите и прописываете себе следующий пункт далее реализовали ли вы свое хочу то есть хочу опять это вы начали на него работать вы его получили впоследствии или нет то есть вы отказались полностью от того что хочу или вы просто перенесли дату вот здесь очень важно если вы отказались полностью значит ваш уровень нормы начал падать вера ваша уровень нормы вы стали от многого отказываться если вы просто его перераспределили или перенесли на другое время это не страшно это просто форс-мажорные какие-то обстоятельства или что-то такое непредвиденное это возможно могу ваша просто сработало так что вы не смогли одновременно и ту и другую приобрести потому что вот смотрите если мы идем предположим в магазин и хотим купить продукты то мы очень часто можем купить и фрукты и овощи одновременно одновременно мы можем купить такое количество овощей сколько нам надо и одновременно можно купить такое же количество фруктов, сколько нам надо, но иногда бывает, что наше могу не соответствует тому, что мы хотим, много, несколько лет назад, лет, наверное, дай бог, чтобы не соврать, наверное, лет 7 назад я себя возненавидела, вот честно вам скажу, я просто себя любить перестала, когда я тоже многим рассказывала, когда я вышла из троллейбуса, где было огромное количество людей, где была давка, где меня практически затоптали в угол, где дышать было невозможно, было жаркое безумное лето, весь потный, вообще вот все потные, потому что была жара неимоверная, я вышла, как выжатый лимон, психованная, злая, как собака, вот на самом деле, и я шла домой, и вот в этих мыслях и эмоциях неудовлетворения, я, у меня тогда не было машины и не было достаточно денег, чтобы ездить на такси, точнее, я говорила себе, я не могу себе позволить такси, мне казалось, что на троллейбусе этого достаточно, и я проходила мимо лотка, у нас на улице очень часто такие лотки стоят на улице, и там продают огромное количество различных фруктов и овощей, арбузы, киви, чего только нету, то есть вот на тот момент я подошла и увидела, что помидоры такие, помидоры сякие, авокадо, вот все, чего только душе угодно, и я себя поймала на мысли, что мало того, что я езжу на троллейбусе, хотя, в принципе, вроде бы как зарабатывала я уже, и зарабатывала, в принципе, неплохие деньги, но я увидела себя еще с другой стороны, я подошла к этому лотку и поняла, что я могу позволить себе только самое необходимое, это что необходимо, купить помидоры, огурцы на салат и зелень на салат, а уже на фрукты, ну, могу купить апельсин там, чтобы порезать, ну, и парочку бананов, и больше ничего, и я подумала, это как я себя уважаю, это как я уважаю свою семью, что я не могу для своей семьи, для своих сыновей купить фруктов и купить овощей, а ведь они вырастают, ведь они скоро вырастут и уедут, но они в своем детстве не увидят того количества овощей и фруктов, которые необходимы им для того, чтобы они росли и развивались, и тогда я себя возненавидела второй раз, это плохое слово возненавидеть, но я прям вот, знаете, я аж прям вот себя, моё могу и моё надо, купить надо там мясо, купить надо там рис, вермишель, а уже денег, тех недостаточно для того, чтобы купить, например, каких-то экзотических фруктов. Вот, Татьяна, у неё тоже, дочка тоже для меня двигатель мотивации, вот для меня в тот момент, во-первых, моё состояние неудовлетворения именно в транспорте, вот в этом, в жару, и второе неудовлетворение, что стояли бабушки с пенсии, и они покупали себе киви, мандарины, а я просто проходила мимо или покупала изредка. Вот это моё, вот это состояние меня тогда сподвигло, что я не имею права, и я обязана сделать что-то такое, чтобы мои сыновья и моя семья, и чтобы я могла себе позволять намного больше. Вот тогда была отправной точкой для меня вот эта ситуация. Поэтому вот тогда уровень нормы мой пошёл вверх. Я сказала, я не хочу больше ездить в троллейбусе в давке. После этого я стала, поменяла вначале на маршрутное такси. Потом оно дороже, но оно более комфортное. Потом маршрутное такси я поменяла на такси, потому что для меня стало время, деньги. Я стала на такси ездить. Когда я посчитала, сколько я денег трачу на такси, я поняла, что мне проще купить машину, чем ездить на такси, потому что я за день тратила очень много денег именно на поездку в такси, но зато я экономила время. И вот тогда пришло решение купить машину. Поэтому вот поднимая постепенно уровень нормы, вы приходите к тому фактору, что вы уже начинаете приобретать для себя и зарабатывать столько, чтобы ваше «хочу» начало реализоваться. Ваше «хочу» и «надо» начинают быть в равной позиции. То есть вы хотите ремонт, и он вам нужен. Но вы делаете не дешёвый ремонт косметический, а вы делаете такой, какой вы хотите. Вот это состояние, постоянное увеличение уровня нормы, желание и подталкивание себя, как знаете как, вот подталкивание себя к большему, мне начало приносить больший доход и большие достижения. Поэтому вам нужно попробовать, исходя из своей ситуации, себя проанализировать и начать поднимать в этом направлении уровень нормы. И вот когда вы распишите на листочке «хочу» и «надо» и «могу», сколько у вас таких, тогда вы поймёте, что над чем вам необходимо работать. Очень часто люди выставляют себе уровень нормы. То есть уровень нормы выставлен обществом, окружением и многим другим выставлен, и человек себе устанавливает уровень нормы. Например, есть такой минимальный прожиточный минимум, есть максимальный прожиточный минимум, есть минимальная заработная плата, есть максимальная заработная плата. Или, например, есть такой момент. Вот сейчас мы немножко потерпим, мы пояса утянем, а вот потом мы будем иметь вот это. На самом деле, я вам скажу честно, когда мы устанавливаем себе конкретную планку, конкретный потолок уровня нормы, вот я достигну квалификации директора, и жизнь моя станет краше, фаберлик, я вам честно скажу, это уровень нормы, и он равен прожиточному минимуму, потому что доход в 40 или 50 тысяч не реализует ваши все планы. Уровень нормы старший директор, это планка, выше которой многие не могут прыгнуть или не могут стартануть дальше, потому что они поставили себе такой потолок или поставили вот такой себе уровень нормы и пробили дырочку вот в этом, как вот в этом поясе. Пробили и к нему стремятся. А как только достигают, то получается, что человек уже вроде бы я все достиг и достаточно. Поэтому отчего происходит установка, именно вот такая установка, знаете как, есть такое еще понятие, заякорили. То есть бывает мы якорим сами себя, то есть якорь такой тяжелый, железный, чугунный, огромный якорь ставим себе, какую-то планку, какую-то норму, к которой мы стремимся. И почему-то это не происходит. Или когда мы доходим до этого, до этой планки, до этого якоря, то почему-то мы не испытываем такого неимоверного счастья, как нам казалось, что мы будем испытывать. Давайте посмотрим следующий слайд и разберем отчего у нас происходит. Сейчас, секундочку, перелеснется. Упс, перескочили. Давайте мы определим, что такое, откуда происходит уровень нормы и уровень планки, и вот этот вот якорь, откуда он в нашей жизни, откуда она берется, эта норма. Ну, первое, это из воспитания. У нас у... Ой, жалко, слайды съехали. Ну, ладно. Потом нормальные слайды вам сброшу. У нас у всех, у каждого было воспитание определенное в семье. И в семье были какие-то привычки, в семье были какие-то принципы, в семье были какие-то привычные, какие-то постоянные. Ну, то есть, все равно же родители как-то жили вместе. И очень часто мы просто, привыкнув к этому, считаем, что это и есть норма. Мы часто заблуждаемся. Я не хочу обидеть ничью семью. Я могу сказать так, что, например, в моей семье, моя семья не была из богатых семей. Да, конечно, у меня родители, в принципе, зарабатывали достаточно много. Но из-за того, что семья была большая, пятеро детей, у мамы было двое детей, у папы было двое детей, и я средняя. Мама с папой объединились мои, когда были в разводе, и через некоторое время они объединились, я родилась, я была пятая, и потом так получилось, что все пятеро детей жили. Из-за того, что большое количество детей было в семье, и получалось, что нужно было и учить детей, и кормить, и многое другое, тот заработок, который был в семье, в принципе, достаточен, его не хватало на всех. И был определенный уровень нормы. То есть были какие-то привычки в нашей семье, табу, что, извините, если мы, например, приносили конфеты, мама или папа приносили конфеты, то их никогда не выкладывали на стол, вот так вот, знаете, в вазочку, чтобы кто зашел, кто захотел, тот взял и поел их. Вот я пример такой привожу. Конфеты специально подавались именно к чаю, и именно подавались в определенном количестве, чтобы каждому хватило или по две конфетки, или по одной конфетке, или по три там конфетки, или подавалось по одной конфетке каждому. То есть вот был вот такой уровень нормы, потому что, чтобы оставить на потом. Были какие-то принципы, которые прививались семьей. У меня, и вероятнее всего, в ваших семьях были привиты какие-то вот уровни нормы, и вы к этому привыкли. Привыкли не потому, что это плохо, а потому что вы, длительное время, живя с родителями, к этому привыкли. И эти принципы вы переносите и в свою семью, и в свою дальнейшую жизнь, и продолжаете это. Например, у нас, ну ведь были во многих, у нас так же было, да, да, Оксан, это было СССР, это так было принято. Еще было принято, например, у кого-то были хорошие принятые правила в семье, норма, что все должны, вот, например, в семье в какой-то было принято честность, порядочность, как сказать, доброта, а в какой-то семье этих норм не было. Но это же те же самые нормы, к которым мы привыкаем. Но это же не значит, что мы должны, если, например, в нашей семье, предположим, что-то в воспитании было заложено нам не то, например, вот другой пример приведу. Вот у моей мамы до сих пор осталась привычка, у нее есть большой бак, вот такой, такой оцинкованный бак, в котором она хранит как минимум килограмм 10 или 20 сахара. И второй бак килограмм 20 муки. Я ей говорю, мам, зачем? Она, ну ты чё, а вдруг у меня не останется, не будет сахара на завтра. Вот эту норму я долгое время поддерживала. Потом, когда я поняла, что зачем сейчас вкладывать такое количество денег в сахар и в муку, если я эти деньги могу потратить совершенно на овощи или на фрукты, то есть перераспределить эти деньги, я стала жить по-другому. Нужен мне сахар. Пошла в магазин, купила. Закончился он у меня, пошла и купила. Поэтому вот здесь вот нужно где-то что-то перерабатывать какой-то уровень нормы, если вы понимаете, что он вас тянет на дно, на мышление, знаете как, на психологию бедности. То есть очень важно понять, в семье было больше психологии бедности или психологии богатства. Если больше психологии богатства, значит ваш уровень нормы хорош, но нужно его поднять, и тогда вы начнете больше зарабатывать. Если он все-таки больше был ближе к среднему уровню достатка или к психологии бедности, тогда нужно менять этот уровень нормы из семьи, из воспитания. Вторая причина, это вот знаете как, это шесть главных препятствий на пути к вашим мечтам. Вот шесть препятствий, которые могут притормозить вас, реализовать те мечты, которые вы, знаете, как вот о которых вы грезите. Не просто хотите, а именно грезите. Это знаете как, говорят, у меня есть голубая мечта. Вот голубая мечта, казалось бы, она должна быть несбыточная, но она есть. На самом деле, у каждого есть возможность реализовать любую мечту. Ну вот шесть главных препятствий, которые мешают увеличить уровень нормы для того, чтобы ваши мечты реализовались. Второе препятствие, и откуда берется норма или потолок или якорь, то, что мы видим, то есть наше окружение в том городе, в котором, или населенном пункте, в котором мы живем. Мы привыкаем видеть уровень жизни людей, если вы, например, живете в элитном поселке, где живут одни богатые люди, которые ездят на дорогих машинах, которые зарабатывают большие деньги, которые строят высокие коттеджи, у вас автоматически меняется уровень нормы. Если вы живете, например, в деревне, там, где все привыкли, например, что вот осенью обычно грязь, и многие спокойно ходят в сапогах, потому что по-другому никак. Я не говорю, что это плохо жить в деревне, но вот эта привычка, вот это окружение, например, соседи, с которыми вы общаетесь, или, например, друзья ваши, которые зарабатывают, мало того, что так же, как вы, может быть, еще ниже вас, у них еще хуже уровень жизни. Я не говорю, что не нужно с ними дружить, но мы привыкаем к тому, как живут наши близкие, к тому, как наше окружение живет, какими принципами, какими нормами, что для этого окружения хорошо, а что для этого окружения плохо. А ведь там очень часто многие говорят фразы, которые, вот я написала ниже, но о них мы позже поговорим. То есть очень часто наше окружение влияет на наш уровень нормы, потому что мы не видим или не позволяем себе куда-то вырваться, чтобы увидеть совершенно другую жизнь. А если мы этого не видим, если мы это видим по телевизору, но не ощущаем на себе, мы не понимаем, насколько там лучше, чем здесь, где мы живем. Третье препятствие, которое мешает реализоваться мечтам и повысить уровень нормы, это маленькая зарплата или среднестатистический минимум, тот доход, который мы получаем. Предположим, смотрите, здесь тоже все относительно. Например, в маленьком небольшом городе доход, зарплата 15-20 тысяч, 30 тысяч, 30 тысяч или 20 тысяч, это вроде бы ого-го, это хорошо. А для большого крупного мегаполиса 30 тысяч это порог бедности, потому что заплатить за квартиру, дорогу и многое другое, все, есть уже не на что. Поэтому здесь все относительно. И вы здесь должны для себя понять, ваша зарплата маленькая, она средняя, или она достаточно хорошая, чтобы поднять ваш уровень нормы. То есть вот эта маленькая зарплата очень часто говорит, можно хотеть что угодно, но могу я себе позволить только это. Поэтому вот она часто влияет на наш уровень нормы. Четвертое препятствие – это длительное время проживания в уровне ниже среднего. То есть если вы, предположим, очень долго жили с родителями, а там был уровень нормы низкий, потом вы перешли в семью, женились, замуж вышли, а там вы пока не переступили ту грань именно более большего дохода или больше того, что вы можете себе позволить, а продолжаете жить, может быть, чуть лучше, чем родители, но практически в том же уровне нормы. И вот если вы живете в этом много лет длительно, то образуется также привычка. То есть если вы каждый год живете и никуда не вырываетесь в какую-то другую страну, в какой-то другой отель, в какой-то другой магазин или что-то другое не позволяете себе, а живете длительное время в этом среднем уровне, то это также ставить планку, через которую вы не можете перепрыгнуть. На самом деле вы перепрыгнуть можете, но мышление срабатывает, что я не могу себе это позволить. Это работает мышление. Это, знаете, как многие говорят вот в кавычках, как те тараканы, которые мешают нам жить. Пятое препятствие – это мотивация в кавычках или поддержка в кавычках близких людей. Вы, например, приходите после какого-то обучения или вебинара к мужу или к маме и говорите, «Все, я теперь понимаю, что нужно делать, и я точно это буду делать. Вот ты знаешь, как нужно. Нужно сделать вот это, вот это, вот это». А ваши люди, близкие, родные, любимые, они живут в том уровне нормы, они не побывали на этом обучении, у них нет своих мечтаний, и они начинают вашу планку занижать. Они говорят, «Стоп!» и ваша мотивация начинает рушиться. Они говорят, «Ну-ну, давай». Не все, не все, если вам ваши близкие помогают и вас поддерживают, «Давай еще немного, еще чуть-чуть, у тебя все получится». Но чаще всего бывает наоборот, когда вам начинают, говорят, «Ну-ну, давай посмотрим, как у тебя это получится». Или говорят, «Давай, мы посмотрим, как ты делаешь, если у тебя получается, то мы тогда тебя начнем поддерживать». Вот тогда мы поверим в то, что у тебя действительно ты занимаешься правильным делом. И вот эта антимотивация и антиподдержка близких людей, даже любимых людей, она очень часто влияет на наш уровень нормы, точнее на занижение уровня нормы по своей мечте. Шестое препятствие – это неудача или недостижение, или не получилось. То есть, предположим, вы запланировали, захотели, но по каким-то причинам вы туда не дошли. Бывает такое, и причин огромное может быть множество. Могут быть реальные причины, почему вы не дошли, а могут быть надуманные причины, знаете как, отговорки. То есть, знаете как, я, например, я не стала что-то делать, я не поверила себе, что я могу это сделать, я в какой-то момент развернулась и перестала это делать, но зато я говорю, что все виноваты вокруг, а я не виновата, у меня не получилось. Очень часто бывает, что человек останавливается буквально на нескольких шагах до реализации своей мечты. Это вот как раз не получилось, произошла неудача, и человек останавливается. И вот это шестое, самое большое препятствие из всех остальных, потому что даже если человек реализовывал все пять препятствий, где-то закрыл на них глазах и пошел, но остановился на недостигнутом по какой-то причине, остановился и сказал, да не буду больше пробовать. Все, вот это шестое препятствие берет и просто-напросто все перечеркивает. Очень часто, знаете как, многие в этот момент говорят, да, нежели богатые не надо, а да, мне вас богатых не понять. Мне очень часто стали эту фразу говорить, на нам вас богатых не понять. А я думаю, я богатая? Да я не богатая. Мне недостаточно этих денег, которые я получаю. Я хочу то, я хочу это, я хочу ту, и вот это, и вот это, и вот это. Но мне точно так же приходится что-то делать для того, чтобы это получить. Я не считаю себя богатым. Я считаю, что я, в принципе, средне достаточно, ну так, прилично зарабатываю. Но я абсолютно не богатый человек. Потому что если посмотреть на богатых людей, они могут позволить уже жить не просто припеваючи, они могут инвестировать свои доходы, они могут уже много-много-много что делать такого, что я себе не могу позволить. Но очень часто слышу уже эту фразу, и очень часто многие, останавливаясь, эту фразу произносят. Потом некоторые, когда у них не получится, говорят, да зачем жиру беситься? Жили мы прекрасно, нормально, в принципе, нормально, норма, нормально. И так было нормально. Да и проживем, ничего с нами не случится. Главное, счастливы все и здоровы, и слава богу. Или, например, говорят фразу, у нас все есть, зачем наизнанку выворачиваться? Да и так пойдет. Я иногда говорю такую шуточную фразу из анекдота. У меня все есть, слава КПССов. Ну, я так шучу, у меня просто такая поговорка. Может быть, у вас есть тоже какие-то такие поговорки, когда хочется пошутить, пошутковать, сказать какие-то смешные такие фразы. Ну, вот у меня к вам вопрос. Напишите мне, пожалуйста, коллеги, простите, у меня тут пеликает, я сейчас это, отключу звук, забыла отключить звук. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, напишите, были ли у вас такие ситуации, когда вы понимали, что одна дверь у вас не открылась, вторая дверь не открылась, третья дверь не открылась, вы сложили лапки и сказали, да и хай, да и не буду я, да и расслаблюсь я. Раз не получается, значит, не судьба. Было ли такое у вас? Поставьте мне, пожалуйста, плюсик, у кого такое было. Потому что у меня было миллион раз. Но как только я поняла, что у меня, что это я себя наказываю, ой, спасибо, какие вы откровенные, спасибо вам большое, мои дорогие. Как только я поняла, что это я себя наказываю, и я себя лишаю тех мечтаний, которые я могла реализовать, я себя наказываю, и я понимаю, что я впоследствии потом откладываю свою мечту на год, на два, на три, на пять. И у меня было такое, что у меня была отложенная мечта на десять лет. А сейчас я думаю, господи, боже ж ты мой. Я десять лет могла уже жить так, как живу сейчас я. Но из-за того, что я получила где-то по голове, извините за выражение, то есть у меня что-то не получилось, я сказала, да и хай, пусть этот мой уровень нормы, в принципе, норма, и так нормально. Не хуже других живем. Я так даже еще иногда говорила. Но следствие, когда вы отказываетесь от своей мечты, следствие происходит очень огромное. Начинаются страхи. Вдруг не получится. То есть начинается страх, вот, например, что-то захотели вы, другое, но у вас уже есть тот страх, потому что тогда вы отказались. То есть чем больше раз вы отказались от своей мечты, тем сильнее страх начинается в вашей жизни, потому что вы будете уже бояться, а вдруг не получится. Но на самом деле есть такая фраза шикарная. Страха не существует. Страх – это то, что вы себе придумали. Потому что на самом деле есть другая фраза. Если дверь не открывается, стучитесь в другую. Если вторая не открывается, стучитесь в третью. Если третья не открывается, стучитесь в четвертую. Стучитесь до тех пор, пока не получится. Это мне привил отец. Огромное ему спасибо. Мой папа привил мне такую привычку. Я как баран, вот упорная, злюсь на себя, на всех злюсь, психую, но бьюсь до тех пор, пока у меня не получится. Некоторые говорят, вот упорная, да ты ужас какой-то. Ты что, как баран на новые ворота прешь? А я не могу. Я не хочу впоследствии бояться. Мой уровень нормы мне не позволяет не достичь своей цели, не достичь своей мечты. Правильно говоришь, Оксана. Один раз только вы сделаете и достигнете хотя бы самой маленькой мечты, страх начнет развеиваться. Как только вы начнете отказываться и не достигать, и не получать, сразу же у вас начнутся страх на страх накладываться. Ищите и найдете, просите и получите. Стучите и отворят. Спасибо огромное, Галина. Какие у нас фразы классные, прям пословицы пошли. Пишите, пока я дальше говорю. Также, когда вы вот эти шесть препятствий, если вы все-таки этот уровень нормы не поднимаете, то вследствие помимо страха происходит неудовлетворенность. Неудовлетворенность с собой, неудовлетворенность с жизнью, нервоз на семью, раздражение на детей, псих на мужа, раздражение на окружающих, потому что вы недовольны, вы не получили позитивные эмоции, вы не получили то, чего вы... Вы знаете, как если у ребенка забрать игрушку, он, например, сидел, играл, так радовался, у него был тактильный контакт с этой игрушкой, у него было такое счастье в глазах, и у него эту игрушку вы, родитель, не забираете, например, второй ребенок берет у него и забирает, у ребенка наступает вот этот испуг, страх, неудовлетворение, и, естественно, просто вот реакция, крик. Вот это ощущение вы испытываете, когда вы не достигаете своей мечты. Поэтому нужно обязательно ее достигать, чтобы не чувствовать себя, знаете как, дискомфортно, чтобы не чувствовать себя ущербно, потому что вот наступает какая-то ситуация ущербности. Как только вы говорите фразу «это не в моей власти, значит, не судьба», то, значит, вы соглашаетесь с тем, что вы ущербны, потому что огромное множество доказательств и в психологии, и в психотерапии, и вообще во Вселенной везде есть доказательства, что каждому дано столько, сколько ему нужно, каков у него уровень нормы. Если вы не поднимаете свой уровень нормы, у вас из-за этого не достигаются ваши мечты, и получается страх и неудовлетворенность. Соответственно, как снежный ком, следствие идет, это лень. А что такое лень? Лень – это отсутствие мотивации. И так сойдет, не умираем же. Многие говорят, да и ладно, и так сойдет, не умираем же. То есть вот это, знаете, как, есть у людей закон, знаете, такое противное, но очень классное качество для достижения. Это как, ой, не персонификация, как же, господи. Коллеги, напишите, как слово называется, немножко запуталась, забыла его, когда ты хочешь сделать все так вот прям идеально. Оно иногда такое, настолько противное это состояние, когда ты не можешь отказаться и сделать, ну, хотя бы наполовину. Вот оно дурацкое. Правильно, Галина пишет. Перфекционист, во, правильно, Татьяна, а я говорю персонификация. Перфекционист, с одной стороны, это отвратительное состояние, потому что человек иногда не может перескочить и сделать что-то другое, пока он здесь все не доведет до идеала. Но с другой стороны, это отличное качество, потому что у человека, кто перфекционист, у него лень, она, ее не может быть. Она бывает, но очень редко, когда он просто устал, когда ему нужно просто отдохнуть, потому что он пока не доведет до идеала, пока он не достигнет вот этого вот предела мечтания, он не успокоится. И вот правильно Галина написала, приходит уныние, а уныние самый, правильно говорите, тяжкий грех, только тот, кто умеет радоваться, только тот и живет. Правильно говорите. Давайте посмотрим следующий слайд, который я вам хотела бы показать. Ох, как быстро время-то идет, я думала, что я быстро пробегусь. Есть такая замечательная фраза, которую мне говорил мой наставник в самом начале пути, когда я только пришла в компанию Фаберлик и всего боялась. И я хотела, но я боялась. И он говорил, он улыбался и говорил, Александр Лусенко мне говорил, Татьяна, ну давайте попробуем сделать, а потом вместе бояться будем. Чего бы не попробовать, но не получится, не получится, получится так получится. Получится, значит, вам хорошо. Не получится, ну, значит, попробуем что-то другое сделать. Давайте вначале попробуем. И вот эта фраза, у меня она прям засела в голове, и она мне помогала жить. И многие знают, что я некоторым своим консультантам такую фразу говорила, давайте попробуем, а потом вместе бояться будем. Потому что когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут обязательно сбываться. Если, помните, я вам говорила, что если вы свои мечты начнете поднимать в уровне нормы, то есть каждая ваша мечта должна стоить намного дороже, она должна быть намного больше, то есть то же самое, но намного больше. Я не буду говорить фамилию одного лидера. Альбина, да, Альбина, точно, я говорю, давайте попробуем, потом вместе бояться будем. Вот я не буду назвать фамилию одного консультанта в моей структуре, но вот недавно буквально с этим консультантом был разговор, и я задала вопрос, что за мечта у тебя пристрой к дому? Что это такое пристрой к дому? Я даже представить себе не могу, что это за мечта. И когда она начала говорить, что что значит предстрой? Это значит большая, огромная, зимняя, столовая. То есть там можно как летнюю столовую делать, а можно как зимнюю столовую делать. То есть это будут окна до пола, куда будет солнышко заглядывать и утром, и вечером. То есть видна будет вся природа и лес вокруг. Это потрясающие окна, которые будут давать огромное количество света в этой комнате. Там будет стоять красивый, огромный обеденный стол, за которым будет собираться вся большая семья со своими мужьями, женами, с детьми, с внуками, куда будут приезжать гости, где можно будет собраться огромным количеством гостей, где будет стоять потрясающая кухня со всей встроенной техникой, чтобы готовить красивейшие блюда, чтобы все были счастливы. Будет комната отдыха, где могут быть диванчики, где будут удобные кресла, где люди могут посидеть покушать, потом посидеть отдохнуть, пообщаться. И все это в красивейшем помещении, которое будет рядом с тем домом, в котором живут. А там, где была раньше кухня, будет потрясающий кабинет, где будет стоять компьютер, потрясающий стол, удобная зона для работы, именно кабинет для работы. Вот когда мне расписала лидер вот чего она хочет, то слово «пристрой к дому» – это вообще абсолютно разные вещи, потому что «пристрой к дому» может стоить 500 тысяч, а все, что вот именно, я сейчас рассказала, и то, что проговорила она потом, это однозначно в 500 тысяч не вложится. Это однозначно уровень нормы намного выше, чем 500 тысяч, потому что только одна обстановка, сколько будет стоить, и кабинета, и именно этой столовой. Вот что значит, вроде бы то же самое, но поднятие уровня нормы. И когда вот мечта ваша будет вот намного больше вот того, чего вы хотите, тогда ваши страхи начнут развеиваться, и вы начнете двигаться уже намного быстрее к этой мечте. Ай, жалко у меня сдвинулось. Коллеги, слайды потом хорошие сброшу. Прям прекрасная вот эта картиночка. Я ее, когда нашла, думаю, yes, это как раз то, что я вам хотела показать. Очень часто у многих у нас, вот мы идем, идем по дороге, мы едем, едем по этой дороге, на машине, пешком, в каком-то транспорте, на велосипеде, один, с командой, семьей, неважно, вот мы едем, прямая, красивая, ровная дорога, и вдруг на дороге вот такой огромнейший, тяжеленный валун, камень, практически глыба, и мы понимаем, что наступило препятствие. И когда люди натыкаются на такое препятствие, они вдруг начинают говорить, так, значит, не судьба, особенно если на машине или на транспорте. Или они говорят, а это знак, значит, мне не нужно было туда идти. И начинают придумывать огромное количество оправданий, доводов, почему этот валун, глыба, лежит на их пути. И потом они это обсуждают сами, обсуждают со своим окружением, почему они не смогли туда дойти, почему была такая причина, что машину же невозможно перетащить через этот валун, а пешком вот-вот сложно дальше идти. Да вот неизвестно, что с левой стороны от этого валуна, а там вдруг прям вот пропасть, а справа неизвестно, вдруг там болото. И вот-вот обойти этот камень-то невозможно. И целую кучу оправданий, почему это не случилось. Очень часто многие повисают именно вот на таком препятствии, хотя на самом деле, если эту картинку убрать, если по этой картинке взять и обойти, вот знаете как, как только наступает препятствие, есть как минимум два выхода, вот даже по этой картинке, обойти слева или обойти справа. Разными способами, просто обойти и двинуться дальше. Но если эту картинку рассмотреть, если убрать этот валун, то за этим валуном как раз может быть та мечта, как раз между вот этими, вот справа видите, какое-то вот такое, как будто что-то насыпь какая-то, и слева насыпь, а между ними там как раз то пространство, где лежит и ждет вас ваша мечта. И очень часто мы буквально два шага не доходим, из-за того, что вдруг кто-то нас остановил, или что-то нас остановило. Давайте сравним. Смотрите, почти все хотят машину, ну практически все, если не сами, то в семью. Но какую машину? Машина машине рознь. Почти все хотят квартиру, или хотя бы дом. Но какие квартиру, или какой дом? Почти все хотят ремонт, или и новую мебель. Но какой ремонт? Ведь можно купить дешевые обои, а можно сделать и просто наклеить, или даже дорогие, но просто наклеить обои. А можно снести стены, прорубить проход, поменять пространство, сделать другую проводку, поменять полностью всю сантехнику, и только после этого выровнять стены и наклеить самые дорогие обои. Какой ремонт? Какую мебель? Ведь это очень важно. Какие? Почти все хотят красиво одеваться. Но какая должна быть одежда? Она будет... Вы будете ее покупать в бутиках? Такую вы хотите? Вы будете покупать от Баяль... Алены Ахмадулины и от Валентина Юдашкина, но самую дорогую? Или вы будете покупать просто базовую или в секонд-хенде одежду? Какую одежду вы хотите покупать? Вы хотите покупать шубу, которая стоит 500 тысяч? Или шубу, которая из искусственного меха? Какую одежду вы хотите себе купить? Сравните это. Почти все хотят вкусно кушать, но какие продукты? Я вам перед этим говорила. Какие продукты вы будете кушать? Какие витамины? Вы будете кушать только бананы? Или вы будете позволять себе экзотические фрукты, которые вы никогда не пробовали? И каждый раз вы будете пробовать новый фрукт, который вы никогда не пробовали? Почти все хотят отдыхать и путешествовать. И я знаю, что прекрасный отдых, просто поехать на озеро, где вы живете, или посидеть на рыбалочке, или, например, съездить, например, на какую-то экскурсию в соседний город, или совсем рядышком в Москву. Но ведь есть совершенно другой отдых. Есть отдых за рубежом, и есть отдых в теплых странах. Есть отдых в Турции, а есть отдых на Бали. Есть отдых, например, на Кипре, а есть отдых, например, в Европе. И они абсолютно разные. Куда вы хотите поехать? И сколько раз вы в год будете ездить? Ведь это тоже очень важно. А есть ли у вас в мечтах и в целях вот такие поездки, а не просто какие-то путешествия небольшие? Не потому, что вы не можете себе позволить, а вообще, хотите ли вы это делать? Почти все хотят признания и значимости в семье, в окружении, у друзей. Но где вы хотите? Где и насколько? Вы хотите, чтобы ваши друзья сказали... Знаете как, была ситуация, когда мне один мой консультант сказала фразу буквально вот в этом году. И спасибо ей огромное за эти слова. Она сказала, знаешь, Тань, просто она меня знает очень давно. Мы с ней были знакомы еще до Фаберлик. И она сказала, знаешь, Тань, ты мне и всем сейчас доказала, что действительно Фаберлик, что Фаберлику есть место быть, что Фаберлик – это действительно то, что может дать вот то, что ты сейчас имеешь. И я понимаю, насколько больше ты дальше будешь иметь именно благодаря Фаберлик. Я сейчас понимаю это. И спасибо ей огромное за эти слова. Потому что признание, то, что вы имеете, то, что вы можете себе позволить, то, что вы можете кому помогать, какую благотворительность оказывать, какие подарки дарить, ведь это тоже же признание, ведь это тоже значимость. Значимость в семье, значимость среди друзей, значимость среди близких, значимость среди своей структуры, среди своих коллег, значимость в компании. Что вы хотите? Почти все хотят, все хотят много зарабатывать. А сколько именно вы хотите зарабатывать? Сколько сейчас? А сколько потом? А сколько через определенное время? Коллеги, у вас здесь слайд вы не видите, я сейчас открою слайд у себя в презентации, потому что раз такая ситуация произошла, я прочитаю для вас следующие слова, у меня просто не видно. Сейчас, секундочку, пожалуйста, подождите. Очень часто мы, многие хотят и многие говорят, ну ведь многие хотят, но мало кто достиг этого результата, но ведь многие хотят, но не все ведь дошли, многие хотят, но ведь сетевой не для каждого, многие хотят, но ведь почему-то многие не достигают этого. Сейчас я открою слайд и зачитаю вам его. Секундочку, секунду, почти все, почти все хотят достойное образование детям, но где образование? Где ваши дети должны учиться? Они будут учиться в институте, и вы вложите туда деньги, или ваши дети будут учиться в Англии, в каком-то дорогущем колледже или в дорогущем каком-то университете. Где они будут учиться? Или они будут учиться в Шараге, в кавычках Шарага, это училище, которое в принципе многие могут себе позволить. Где они будут учиться? Они будут учиться у лучших преподавателей, в лучшей школе, они будут получать лучший уровень знаний, или они все-таки будут учиться там, где рядом с домом, где вы живете в деревне, или вы все-таки будете их возить куда-то. У вас будет такая машина, и вы будете в такую школу возить, где ваши дети станут более образованными, более, они получат на самом деле тот уровень образования, который впоследствии сделает их очень богатыми. Где будут учиться ваши дети? Вы об этом мечтаете? Почти все хотят начать жить в благосостоянии, это следующий, десятый пункт. Но когда? Когда вы хотите жить в благосостоянии? Через сколько лет? Сколько времени вам необходимо, чтобы жить в благосостоянии? Когда? Когда это благосостояние наступит? Что в вашем понимании благосостояние? Что для вас является благосостоянием? Что это? Когда вы будете чувствовать, что это ваше благосостояние? Ведь благосостояние может быть эмоциональное, а может быть материальное. Вот две грани, которые нужно обязательно для себя определить. Вот две грани, когда вы должны поставить временные рамки и понять для себя, сейчас я иду к этому, но я повышаю уровень нормы впоследствии, потому что я хочу намного больше, чем я хотела до этого. Вот вам очень нужно будет хорошо поработать со своими мечтами и еще раз, если вы писали книгу желаний, рассмотреть в этой книге желаний основные мечты, на каком уровне нормы они находятся, на каком уровне стоимости и какие они. Ведь все хотят, но я ни одного человека не знаю, кто не хочет. Даже если они хотят, например, есть люди, которые мало хотят, но они все равно хотят. Они хотят хорошо кушать, спать на хорошей постели, они хотят есть на хорошей посуде, они все равно хотят. Тогда что тебе мешает сделать так, как многие другие? Многие хотят, но уже многие уже сейчас имеют вот это все, о чем мы сейчас с вами говорим. Уже многие сейчас запланировали вот это движение и повышение уровня нормы. Они уже сейчас понимают, если я сейчас не подниму этот уровень нормы и не пойду туда, то наступит момент, когда будет мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Что тебе мешает уже сейчас пойти в эту сторону? Я сказала так утрировано, что тебе, простите, что так фамильярно, но просто вот написала. Вот такую картинку я вам сделала. Я очень долго искала, написала прямо в Яндексе сравнение Запорожца и Бентли. И мне вышла вот такая картинка, Запорожец, на котором написано Бентли. И многие воспринимают, это, конечно, утрированный вариант, но многие воспринимают свою машину, которую они купили. Купили в складчину, купили с рук, купили возрастная категория этой машины, она уже такая старенькая, что она бедная, уже ломается через каждую минуту. И бедные наши мужчины просто-напросто, конечно, хорошо, что они пользуются нашими средствами, тремя, про которые мы вчера писали в чате, для рук пилинг. Но машина Бентли, которая Бентли в кавычках, но Запорожец, или, например, какая-то недорогая шестерка, однерка, девятка. Я не хочу обидеть никого, что у вас такая машина. Я хочу сказать, а задумывались ли вы о другой машине? А задумывались ли вы, какую бы вы хотели машину? Ведь я понимаю, что задумываясь о покупке Бентли, или вот таких вот красивых целую кучу машин, какой-то определенной машины вы можете купить что-то усредненное. То есть у вас будет однозначно дорогая машина. Кстати, в нашем, вот с нами сегодня присутствует человек, которая, Альбина, Альбина Юнусова, напиши, пожалуйста, когда Альбина говорила, я так мечтаю о машине RAV4, я просто мечтаю о ней. И когда она об этом, Альбин, напиши, у Альбины, Альбин, что вдруг, какое было у тебя удивление, когда тебе предложили RAV4? Напиши, пожалуйста, я уже сдала, конечно, тебя. Ну, вот на самом деле была такая ситуация, когда вот грезила, а, вот, грезила RAV4 Toyota, и потом, когда она говорит, выходи, Таня, я тебе кое-что покажу. Ты помнишь мою мечту? Я говорю, конечно, RAV4 хотела. Она говорит, садись. Я когда увидела RAV4 именно черного цвета, я сказала, вот это да. А мечты имеют свойство сбываться. Именно понимая, какую ты машину хочешь, в какое-то время ты ездишь на усредненном варианте. Потом ты все равно достигаешь. И причем сама вселенная начинает работать в эту сторону. Обязательно должен быть уровень нормы выше, чем вы сейчас имеете. И мечтать нужно о большем. Еще одну картинку вам покажу для сравнения, чтобы вы просто-напросто для себя просто момент такой, ну, как, вы знаете, как в сравнительной характеристике, просто на картинках. Очень часто многие говорят, хочу квартиру, или говорят, хочу дом. Я вот когда сегодня искала картинки, я просто решила вам выложить такие. Вот Альбина пишет, и тут родственник предложил купить со скидкой. Мы не раздумывая взяли, причем машина шикарная. Возраст у нее, по-моему, совсем небольшой. Она гоняет и ездит вообще как конфетка, тьфу-тьфу-тьфу на нее. Вот действительно, вот мечты, они имеют свойство сбываться. Когда вы мечтаете, например, о квартире или о доме, какой дом вы хотите? Вы хотите домик в деревне? Он может быть, конечно, красивый, вот сделанный такой вот это. Или вы хотите коттедж? Коттедж такой замечательный, с большим количеством комнат, с разными верандами. Какой коттедж вы хотите? Даже дом какой хотите? Двухэтажный, одноэтажный, трехэтажный. Какой? Коттедж огромный, какой вы хотите? Какой он будет по площади? Или вы хотите свое поместье, как типа замка, где у вас будет там, например, 40 акров земли или 100 акров земли, где родовое поместье будет, где ваши дети будут строить где-то неподалеку, за несколькими деревьями, когда вот за небольшим лесочком будут строить свои дома, и вы будете друг к другу ходить через лес, и это будет ваше родовое поместье, где ваши правнуки и проправнуки будут именно хранить это родовое поместье и достраивать какой-то дом или достраивать, например, свои дома. Да, действительно, они четыре реально сбываются. Или вы хотите виллу? Тогда вилла эта где должна быть? Она должна быть у моря, на каком-то острове, она будет с бассейном, это будут теплые страны или это будут зимние страны. Это будут вот такой выход, вот посмотрите, вот, например, из первых ста... Да-да-да, вот Татьяна знает, что у Альбины была первая мечта из ста. Да, смотрите, очень важно понимать, что именно вы хотите. Когда вы увеличиваете свой уровень нормы и расписываете в картинках, ищите, если вы не можете сами расписать, ищите те картинки, которые есть в интернете, то вы уже расписываете цветовую гамму, то у вас появляются те ощущения, те эмоции, знаете, как ладошки аж начинают потеть, когда вы понимаете, что вы можете этим обладать и этим это иметь. И не важно, сколько это стоит, важно, что вы этого хотите. Когда вы понимаете, что вы этого хотите, только потом вы берете и расписываете уже стоимость, через что нужно сделать, как идти к этой цели, и многое другое. Но почему мы сегодня говорим не только о мечте, мы сегодня говорим именно об уровне нормы. Если вы себе поставите планку, хочу квалификацию директора, то виллы на Канарских островах у вас не будет. Может, она вам не нужна, но тогда и не будет поместья, или даже не будет коттеджа, если квалификация директора. Если вы скажете, хочу максимальную квалификацию в компании Фаберлик, генеральный партнер, это самая высокая квалификация Фаберлик, где мой доход будет составлять каждые три недели более миллиона или двух миллионов рублей. Каждые три недели. И только бонус за эту квалификацию я получу 55 миллионов рублей. Если вы будете ставить уровень нормы выше запредельного, конечно, можно повышать. Правильно, Оксана, говорите. Всегда нужно повышать планку. Я почему вам сейчас говорю про уровень нормы на повышение? Посмотрите на то, что вы сейчас написали. Посмотрите это с другой стороны. Посмотрите с уровня, что вы уже богатый человек. Посмотрите, что вы уже зарабатываете большие деньги. Посмотрите это с высокого ранга. Тот уровень нормы, мечты, которые вы расписали, он соответствует вашим на самом деле желаниям к тем, которым вы будете и днем, и ночью копать, знаете, как бить копытом, когда красивая лошадь стоит, знаете, такой красивый конью с гривой, который хочет бежать уже, бьет копытом, только нужно бежать. Вот будете ли вы ради своей мечты бежать, бить копытом и срываться с уздечки, лишь бы только бежать? Та ли это мечта, чтобы вот тот ли это уровень нормы, которому вы просто понесетесь, как угорелая? Обязательно распишите, посмотрите вот в таких сравнениях свои именно мечты. Но у меня для вас есть домашнее задание, их будет два. Одно будет на картинке, коллеги, а одно я вам просто продиктую, и вы его запишите, а потом еще в чаты я вам сброшу это желание. Так, почему у меня картинка не сдвинулась? У вас поменялась картинка или нет, коллеги? Скажите, у вас поменялась картинка? Так, сейчас я назад вернусь. То есть идти на опережение, сначала представить, что да, правильная Оксана. Вначале вы пишете, что вы хотите, а потом из этого уже выстраиваете. То есть смотрите, в картинке вам задание определить для себя, какой у вас уровень нормы сейчас. Посмотрите вот на эту девушку, посмотрите, где она сидит, посмотрите, какие у нее шикарные волосы, посмотрите, какая у нее фигура, посмотрите, как ее все окружает, посмотрите, какая яхта стоит у нее рядышком. И если, естественно, она сидит, смотрит и наслаждается, потому что это все ее, потому что она здесь живет, потому что она не просто мечтает, она живет в этом. Нужно мысленно прожить в тех мечтах, в которых вы находитесь. Если там, в этих мечтах, у вас нету эмоций, нету слюней до пола, простите меня за такие подробности, если у вас ладошки не потеют, а сердце не начинает биться, то это не та мечта, поднимайте планку, поднимайте уровень нормы, поднимайте, и потом оттуда начните плясать обратно. Через сколько это может быть? Это же не значит, что это должно быть через два месяца. Вы же можете вот такое поместье родовое запланировать через пять или через десять лет, и оттуда постепенно вывести, что будет сейчас, как вы будете туда идти, что вы будете делать, с кем вы будете идти. Вот, важно. Поэтому первое задание, запишите домашнее задание, определить, какой у вас уровень нормы. Это первое домашнее задание. Смотрим следующий слайд. Второе домашнее задание. Как поменять уровень нормы? Сдвинулась, коллеги, потом сброшу картинку вам более четку в чате, вы ее увидите. Во-первых, шикарная картинка, которую я здесь вложила. Мечты – это реальность, которая ждет своего часа. Каждая мечта, самая несбыточная, она ждет своего часа от вас, она ждет, когда вы скажете, «Да, я буду тебя хотеть, и я буду к тебе идти». До тех пор, пока вы не захотите эту мечту, она будет вас ждать. Возможно, вы никогда не захотите. Возможно, вы так и будете жить тем уровнем нормы, который у вас есть. Это ваше право выбора. Это не значит, что вы плохой человек. Значит, вы приняли такое решение. Но для себя, будьте абсолютно честным, устраивает ли вас эта жизненная позиция. Смотрите, что вам, как нужно поднять уровень нормы. Вот 10 пунктов, которые вам помогут в этом. Первое. Написать свои желания. Сейчас я, коллеги, опять перейду в презентацию к себе. Вы не будете эту картинку видеть, я буду видеть эту картинку. Как поднять уровень нормы? Первое. Написать свои желания. Если кто-то еще не написал. Их должно быть не менее 300 штук. Не менее 300 желаний. Из этих желаний нужно выделить основные. Основные, самые крупные. Второе. Определить их по высоте нормы. То есть, когда... Вот, например, смотрите, какой момент. Вы, предположим, написали желания. 300. Если они у вас написаны, зайдите в них, посмотрите, какие у вас по низкому уровню нормы желания, какие у вас по среднему уровню нормы, и какие по высокому. И вот те, которые по самый высокий уровень нормы, поставьте их в приоритете. Поставьте их как основные. Если вы пойдете именно к этим желаниям, то те, которые в низком уровне, в среднем, они сами собой реализуются на пути к этим высоким желаниям. Вот к тем, которые более высокие. Третье. Повысить уровень желаний нужно, если вы видите, что они слишком у вас низкого уровня. То есть, например, хотите, предположим, нижнее белье. Напишите стоимость этого белья дороже. Хотите, например, предположим, телевизор. Показатели телевизора увеличьте, потому что точно так же телевизор может стоить большой, большого формата, может стоить порядка 11 тысяч, а может большого формата, может стоить 35 или 100 тысяч. Поднимите уровень нормы покупки телевизора. Вот берите просто свою мечту и увеличивайте ее или в объемах, или увеличивайте в стоимости. Потому что если вы увеличите в объемах, стоимость однозначно увеличится. Понятно сказала? Я не говорю, что нужно, например, бюстгальтер увеличить чашки в бюстгальтере. Я шучу, конечно, но просто стоимость увеличивайте. Или, например, если вы пишете нижнее белье, напишите, купить 30 комплектов, например, под каждое платье, разной цветовой гаммы. Если босоножки, пишите, купить 20 пар босоножек, вот таких-то цветов под каждое платье, увеличивайте в объеме и увеличивайте в стоимости. Тогда у вас автоматически начнет увеличиваться уровень нормы. Пятый пункт, ой, четвертый пункт. Обсудите с человеком то, что вы написали уже, у кого высокий уровень нормы. Не обсуждайте с тем, кто живет по привычке, у кого низкий уровень нормы и прожиточный минимум. Он вам повертит у виска и скажет, ну все, совсем с катушек съехала, с ума сошла, непонятно, чем занимаешься. Вот точно покрутит у виска. Поговорите с теми людьми, которые зарабатывают больше, которые живут лучше. Поговорите со своими наставниками, поговорите со своими директорами, поговорите со мной, поделитесь, поделитесь тем, чего вы хотите, чтобы вот обсудить этот момент, чтобы вы услышали. Знаете как, вот со стороны, ух ты, ух какой ты молодец, ничего себе чего ты хочешь. Вот это состояние одобрям, то есть в кавычках, конечно, одобрям, вы услышите при обсуждении именно с этими людьми, и у вас получится дополнительная самомотивация для движения и для увеличения уровня нормы. Окружите себя успешными людьми. Если ваше окружение более любимое, но более низкого формата, то есть, ну не то, что низкого формата, а, например, ну ничего не хотят или хотят очень мало, постарайтесь чаще быть с теми людьми, которые более успешны. Старайтесь, если у вас рядышком таких людей нету, начните в интернете смотреть видео успешных людей. Вот старайтесь максимальное количество времени, ну или хотя бы почаще быть с теми людьми, которые более успешны, чтобы ваше окружение пополнялось такими людьми, и они становились вашими друзьями. Шестой пункт. Позволяйте себе каждый день что-то более дорогое. Например, предположим, когда вы идете за продуктами, и вы никогда, например, не покупали, предположим, какой-то фрукт. Например, если вы не покупали никогда авокадо, ну, предположим, авокадо, возьмите, купите себе авокадо. Посмотрите в интернете, куда добавляется этот фрукт, как его вообще готовят. Если вы, например, авокадо позволяли, купите себе, например, манго, или купите вот что-то такое более дорогое, что вы раньше себе не позволяли. Каждый день что-то более дорогое, но одно. Попробуйте это состояние. Когда вы начнете вот это делать, вы начнете чувствовать, что ваш уровень нормы начинает повышаться. Если вы будете чувствовать, что вы не можете себе этого позволить, повышайте это постепенно, и каждый день что-то новое, более дорогое покупайте себе. Ну, не обязательно на большие суммы, хотя бы на маленький, тогда вы начнете это вот ощущать, ощущать на подкорке. Следующий пункт. Отдыхайте, отдыхайте в более дорогих отелях. Если вы едете куда-то, то едьте в дорогой отель. То есть, например, если вы в отпуск едете куда-то, едьте не в трехзвездочный отель, а обязательно купите путевку в четырех, в пятизвездочный отель. Вы увидите разницу. Вы увидите, не дикарем едьте, а если, предположим, даже едете на озеро, не дикарем едьте, а попробуйте снять домик с питанием. Попробуйте ощутить вот эти ощущения. Вы просто начнете по-другому себя чувствовать. Если, например, у вас есть такая возможность, то начните просто ходить в более дорогие рестораны, а не в простые кафешки, или в дорогие кафе, в кафе дорогое мороженого, или какие-то эксклюзивные кафе. Начните позволять себе хотя бы массаж один раз в месяц, или вот, ну попробуйте, попробуйте походить в бутики, и хотя бы там что-то купить. Не можете позволить себе кофточку купить в бутике. Купите там какое-нибудь украшение. Поднимайте постепенно вот этот уровень нормы. Привыкайте к более дорогому. Привыкайте к более качественному. Вам нужно на своей, извините за такую подробность, на своей шкуре испытать, что значит иметь это и быть в этом состоянии. У меня была шуба, которую я купила себе. Она стоила на тот момент, много лет назад 95 тысяч, а я купила ее со скидкой за 54. Для меня 54 было что-то запредельное. Я брала ее в рассрочку, я купила, и для меня уже поднятие уровня нормы получилось. Но когда я спустя несколько лет купила себе шубу в Турции за 500 тысяч, то я понимаю, чем отличается эта шуба от этой. Она не только внешне отличается. Она отличается абсолютно всем. Хотя внешне, в принципе, шуба за 500 тысяч не какая-то прибабахнута. Она просто обыкновенная шуба. Но качество самой одежды, оно кардинально отличается. Поэтому, когда вы начнете покупать себе более дорогие вещи, как я начала в определенный момент, в начале украшения, потом колготки, потом кофточку, потом, например, брючки, потом ночнушечку, потом уже костюм, потом платье. И когда я начала это себе позволять по чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что было время, когда я радовалась, господи, я на 10 тысяч смогла себе разом позволить 5 вещей на 10 тысяч. Ничего себе было у меня такое восклицание. А потом я приехала и купила себе платье на один вечер на поездку на ассамблею за 25 тысяч. Наряд за 25. Один наряд, который можно одеть только вот на такое мероприятие или на какое-то очень крупное торжество и нигде носить не будешь. Вот когда вы вот этот уровень нормы постепенно начнете поднимать даже в одежде, вы увидите, как вы себя будете чувствовать. Вы начнете себя видеть по-другому в зеркале и чувствовать по-другому. И люди вас воспринимать точно по-другому будут. Каждый день. Девятое. Мечтайте о своих мечтах. Что это значит? Перед сном, обязательно, когда вы ложитесь, вы представляете ту мечту, о которой вы мечтаете. Ту основную, которую вы поставили на первую планку, куда вы пойдете. Вы представляете, как вы там уже находитесь, что вы чувствуете. Вы каждый день представляете. И каждый день у вас будет что-то изменяться. Очень хорошо, если вы будете засыпать с этим представлением. Я на себе это испробовала. Когда я каждый день в течение двух недель делала такой момент по поводу своей мечты, у меня эта мечта реализовалась. Потом я когда поняла, что она случилась, через то время, которое я хотела, то есть все начало работать на то, чтобы я пришла к этой мечте. Я стала это делать каждый раз. То есть как появляется новая мечта, я каждый вечер теперь ложусь, закрываю глаза и перед сном представляю себя, что я уже там нахожусь. То есть я мечтаю о своей мечте перед сном. Десятое. Откажитесь, вычеркните просто страх. Просто вычеркните. Если вам становится страшно, вы говорите, стоп, нет страха, есть мечта, к которой я иду, и просто идите туда. Это тот валун, который лежит у вас на дороге, и от своего размера вам кажется страшным. А представьте, что этот страх, вот этот валун, он сделал, например, из папье-маше. И даже самый маленький ребенок вот такую большую глыбу из папье-маше может сдвинуть. Каждый из вас может представить свой страх вот таким простым, который можно сдвинуть. Как только вы эти 10 пунктов начнете делать, то сама Вселенная начнет говорить вам, слушаю и повинуюсь. Она просто будет слушать вас и повиноваться, и все сотворять в вашу сторону. Это второе домашнее задание, которое необходимо сделать. И теперь, коллеги, третье домашнее задание, которое я на слайд не поместила, сделаю и сброшу в чате. Но сейчас, сейчас я вам просто-напросто, сейчас напишу это домашнее задание. Записывайте, пожалуйста. Первое, я сейчас буду писать здесь. Так, это нужно убрать. Так, вырезать. Сейчас вот это я вырежу, коллеги, и напишу вам просто слова. Вырезать. Удалить ссылку. Удалила. Опять получается, что у нас это. Вот прям ссылка срабатывает. Не хочу ссылку и не знаю, как ее убрать. Не получается. Так, как же мне сделать-то? А, вот, отлично. Смотрите. Смотрите, что мы делаем. Записывайте первое, первое из третьего домашнего задания. Первое. Берем, берем и представляем, записывайте тоже за мной, и представляем, что у вас есть 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. Представляем, что у вас есть 1 миллион рублей. Записывайте. Если записываете, поставьте плюсики, чтобы я видела. У вас есть 1 миллион рублей. Что вам нужно сделать с этим миллионом рублей? Вот сейчас будет очень забавное задание, которое будет очень интересным. Вам необходимо, необходимо этот миллион, этот миллион рублей миллион расписать на стол. На продукты для стола. Для стола на 10 персон. Почему-то подвисает. коллеги, напишите мне, пожалуйста, все ли поняли задание? Все ли поняли задание 1 из 3? Это 1 из 3. Напишите, поняла. Что-то никто не улыбается. У вас есть миллион, миллион рублей. Вам необходимо купить, расписать и купить, ну, представить, что вы покупаете на этот миллион продукты на 10 персон. То есть, к вам должны прийти гости. Вам нужно расписать весь этот миллион на те продукты, которые вы купите на этот стол. для 10 гостей. То есть, какие блюда вы будете готовить, что вы туда добавите, какие там будут, может быть, нарезки какие-то. Вот вам нужно это расписать. Благо, сейчас есть в помощь окей, гугл, есть гугл, и если вы, например, не знаете, сколько, например, стоят какие-то определенные продукты, вы можете посмотреть среднюю, может быть, вы вообще их не видели никогда, то вы можете посмотреть, сколько приблизительно это может стоить, ну, в среднем, вообще в мире, какой-то такой продукт. Поэтому, когда вы это распишите, вот этот миллион на 10 персон, вам необходимо будет мне, нам, ну, мне сбросить или сбросить в чат свое меню, меню на этот миллион. Второе задание из третьего домашнего задания. Второе, что вам необходимо сделать. Второе, представить, представить, что вы уже сейчас зарабатываете. Вот здесь страшная цифра миллиона, сейчас я вам скажу более упрощенную цифру. Представить, что вы уже сейчас зарабатываете каждый месяц, не каталог, коллеги, а каждый месяц. Я, так будет легче считать, каждый месяц плавники, акулы, завернутые в уши слона. Запросто, Татьяна, а почему нет? Запросто. Надо посмотреть, сколько стоит такое блюдо, плавники, акулы, завернутые в уши слона. Да-да-да, но надо расписать. Вот этот пример, мы когда ехали в Москву, Дарья вам Титова рассказывала, как мы, когда она первый раз познакомилась со мной, ехала в Москву на форум компании, и вот им в поезде я давала такое домашнее задание, их было трое человек, и они вот расписывали такое задание. И вот это сейчас есть интернет, и можно посмотреть, чего, сколько стоит, какой продукт, а там-то никак, они бегали по вагону, задавали вопросы, а сколько стоит МИДИ, а сколько стоит это, а сколько стоит это, и пока вот-вот не расписали миллион, они не успокоились, но вот именно она вот сейчас вспоминает этот момент, Даша, она на вебинарах рассказывала, что говорит, вот тогда это было толчком, что я, оказывается, могу позволить себе что-то, а я об этом даже не задумываюсь, то есть поднятие уровня нормы произошло, вот, может быть, там, как у меня произошло поднятие уровня нормы, когда я поняла, что посудомоечную машину я могла позволить себе уже пять лет назад, а я думала, придумывала, что я, оказывается, не могу себе ее позволить, и пять лет жила без посудомоечной машины, хотя она мне была нужна, поэтому первое задание расписать миллион, второе, представить, что вы уже сейчас зарабатываете каждый месяц небольшую сумму по сто тысяч рублей, по сто тысяч рублей, всего лишь, сто тысяч рублей, вы зарабатываете каждый месяц, что необходимо здесь сделать, когда вы распишите, берете просто, вот, например, берете первыми январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, стябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и до января, с января до января вы расписываете, что вы каждый месяц получаете по сто тысяч, что вам не, ой, я лишний ноль нарисовала, лишний нулечек, лишний нулечек, сто тысяч, что вам необходимо здесь сделать, когда вы распишите, вот, что вы, как его, по сто тысяч, первое, что вам здесь необходимо сделать, это расписать все обязательные расходы, которые у вас сейчас есть, все обязательные расходы, которые у вас есть, которые сейчас, я напишу, которые сейчас, что это такое, это будут те расходы, например, если у вас есть кредит, и вам каждый месяц нужно платить определенную сумму, если у вас есть квартплаты, есть, например, засадик, то есть, есть определенная сумма на продукты, вот, все положенные суммы, которые вы платите каждый месяц, вы их суммируете, и из ста тысяч каждый месяц вы читаете, для чего это необходимо, вы будете здесь видеть, смотреть, сколько у вас денег может остаться, может, конечно, не остаться, но может остаться, вы вычитаете, вычесть, вычесть из ста тысяч, ну, из ста тысяч, понятно? не пишется почему-то у меня, вычесть из ста тысяч, когда вы вычтете, то вы потом пишете, сколько денег осталось, и их необходимо будет записать, как будто бы вы отложили на свою мечту, то есть, написать, какую сумму вы отложили, ваша задача определить тот месяц, когда вы полностью рассчитаетесь со своими кредитами, если вы, например, определите для себя быстрее с ними рассчитаться, может быть, вы на мечту не будете откладывать, а может быть, вы в первую очередь рассчитаетесь с кредитами, и останется у вас только обычные платежи, которые обычные, которые покушать, заплатить за квартиру, там, например, купить ребенку одежду, купить мужу, там, бритвенный набор или еще что-то, то есть, вам нужно этот год расписать, расписать с вычетами, определить, когда закроется кредит, если вы решите в первую очередь его закрыть, я бы так сделала на вашем месте, и потом, следующий момент, который вам нужно сделать, вам нужно подсчитать, подсчитать ту сумму, которая у вас должна накопиться, которая у вас должна накопиться, так, пишется, не пишется, накопиться, сделать, написать ту сумму, которая должна накопиться, и посмотреть, сколько вам необходимо месяцев, учитывая эту сумму, чтобы реализовать свою мечту, может быть, месяцев, может быть, недель, ну, я не знаю, ну, в общем, посмотрите, какова будет эта сумма, то есть сколько месяцев до мечты, я слайд сделаю более четкий, вам сброшу потом, сколько месяцев до мечты, то есть сколько месяцев вам нужно зарабатывать, чтобы мечта реализовалась, до мечты, есть ли вопросы по этому заданию, коллеги, коллеги, есть ли вопросы по этому заданию, Вот смотрите, первое понятно, вы сказали, что расписать стол, все, на миллион рублей. Второе, расписываете январь 100 тысяч, февраль 100 тысяч и так далее, все по 100, до января следующего года. Но его тоже учитывайте, чтобы было с января по январь. И начинаете вычитать все свои положенные, которые у вас затраты есть ежедневные, ежемесячные. И смотрите, остаются деньги или не остаются. Если остаются деньги, вы их определяете или кредит закрыть быстрее, большую сумму положить или отложить на мечту. Это вы уже решаете сами. И потом, когда у вас все кредиты закроются, считаете, сколько вам необходимо месяцев, зарабатывать месяцев, зарабатывать по 100 тысяч, чтобы ваша мечта реализовалась. Те, кто мне предоставит именно количество месяцев, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы реализовать свою мечту, тому я скажу, как это легко и просто сделать. Это будет такой подарок вам. Тем, кто мне предоставит, вы можете мне не писать, какие у вас есть расходы. Вы можете мне не писать, сколько в месяц вы будете расходовать эти 100 тысяч. Вы просто пишите, что кредиты, если они у вас есть, я закрыла, например, предположим, в июне, а мечта моя реализуется через 8 месяцев, вот в таком-то месяце такого-то года. Если тот, кто мне такое прямо в письменном виде предоставит, я вам расскажу, как это быстро и четко сделать. Договорились? Это вам будет такое домашнее задание, третье, которое, я думаю, оно будет очень интересно. Итак, у вас три домашних задания. Напоминаю, определить, какой уровень нормы у вас. Второе, делайте 10 пунктов, которые слайды перед вами. И третье домашнее задание, это вот стол на миллион и год на 100 тысяч. Сочиняйте мечты, потому что, когда вы сочиняете мечты, вы точно начинаете двигаться куда-то совершенно в другом направлении. Когда вы делаете какие-то беспредельные, казалось бы, для мышления, для вашего мозга, для вашего мышления, для ваших привычек делаете какие-то неимоверные вещи, ваш мозг начинает выталкивать тех тараканов и те нормы, к которым вы привыкли. Он начинает мыслить по-другому, потому что есть миллионы шансов, что скоро будет всё у вас сбываться. Миллионы шансов, если вы сделаете вот этих три задания, потому что от этого однозначно у вас всё начнёт получаться. Коллеги, если у вас есть вопросы, я готова ответить, но на этом всё. Сегодня, конечно, я вас немножечко так задержала, но надеюсь, что я вам была полезна. Если есть желание, можете написать одно слово, что для вас было сегодня особенно полезным. Так, Галина, у нас великий хочуха, не могу стать великим, надо. Галина, отлично, тогда вот, Галина, распишите вот эти пункты, чтобы вам вот, чтобы дальше мы с вами уже, у нас была точка отчёта. Потому что если вы это сделаете, я точно для каждого из вас скажу, как это сделать. Потому что я здесь точно направлю вас в определённом направлении то, что есть на самом деле, и как вы можете это сделать. Коллеги, есть ли вопросы, пишите, жду немножко. И если кто-то хочет, напишите одно из слов, одно слово, что для вас сегодня было особенно важным. Что было важным для вас сегодня в сегодняшнем вебинаре. У нас прям вот, прям сегодня молодцы. Пожалуйста, Лияна, правильно я говорю, Лияна, спасибо, пожалуйста, большое. Теперь только зависит от вас. Повышайте уровень нормы и идём к великим вершинам. Последнего жду, кто напишет, и останавливаюсь, потому что если вдруг будет вопрос, конечно, хотелось бы ответить. Хорошо, отлично. Спасибо вам большое. Удачных мечтаний вам сегодня. Мыслей потрясающих, шикарнейших сновидений. И мы с вами летим к великим достижениям. Я вас очень люблю и ценю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин